Всем привет, это Дневники Черного Копателя. Знаете, вот глядя на самые разнообразные эфиры, самых разнообразных телеканалов по всему миру, я могу сказать вот что. Это, так сказать, многолетнее наблюдение, и в принципе, оно нуждается именно в пояснении с точки зрения нынешней непростой ситуации в России, вокруг России и вообще в мире. Смотрите, значит, вот телеканалы, да, крупные коммерческие организации, медийные, это СМИ, которые заинтересованы в том, чтобы его картинка была, во-первых, актуальной, то есть свежие новости, самые интересные, взорвалось, ударилось, там, взлетели, победили, там, и так далее. Ну и во-вторых, чтобы, значит, было все правдивое. Это уже во вторую очередь, да. Потому что любую неправду всегда можно опровергнуть и сказать, вы знаете, по утащенной информации все наоборот. Ну и как бы будет, и будет две новости у вас, понимаете, сразу же, двойное внимание, понимаете. Вот. Значит, оперативность, правдивость, ну и в-третьих, как бы действительно хорошая, качественная картинка. За хорошую, качественную картинку, что касается репортажей, значит, ну, с полей, все вот это вот, за это отвечают операторы-постановщики, у которых там супер-мега у них опыт, вот все такое качественные, качественнейшие, дорогущие камеры по 100 тысяч долларов. В Америке, например, вообще с вертолетов тоже снимают, и в том числе и погони. А сколько стоит один час поднять вертолет в воздух, вот это все снимает. И много у них такого всего, очень много. Самое дорогое, самое лучшее съемочное оборудование, трансляции, значит, коммутации, это все стоит очень дорого. Ну и, соответственно, когда речь идет о человеке в студии, то есть это говорящая голова, которая читает новости, это должен быть подготовленный человек, который говорит на идеальном английском, немецком, на русском языке, который хорошо выглядит, во-первых, понимаете, у которого ровные зубы, красивые волосы, симметричное лицо, в конце концов, ну, сами понимаете, не мне вам объяснять, гладкая кожа, там, понятно, намалюет любое лицо, в принципе, на холсте, но, тем не менее, понимаете, посмотрите на всех вот этих, как они, анкормен, да, анкормен, в CNN, CBS, BBC, все вот это вот, понимаете, это люди, которые отобранные, прошедшие кастинг, да, неоднократные, которые, которые постоянно работают, им платят большие гонорары, и, соответственно, эти гонорары свои, они вкладывают в себя, делают себе там операции, шмоперации, в общем, самые лучшие говорящие головы на самых лучших, и самых успешных коммерческих телеканалах спутниковых, любых, и спутниковых, каких хотите, эфирных, любых, простите, вот, и вдруг, допустим, вот вы смотрите, все это замечательное, вот, щелкаете экраном, если у вас есть спутниковый телеканал, смотрите там, арабские женщины прекрасные, турецкие мужчины-женщины прекрасные, значит, азиатские каналы-женщины прекрасные, И вдруг смотрите, бац, какой-нибудь дождь, а там сидит Анна Мангайт, такая опухшая жаба с кривым ртом, с какими-то невнятными глазами, жирная такая, и говорит какие-то несуразные вещи пропагандистские. Россия не то, Россия еще, все Россия плохая, все плохие, россияне, режим Пухина опять. Думаешь, твою мать, как так? То есть не может быть успешным, коммерчески успешным телеканал, который в свой эфир показывает вот такое. Да? Анна Мангайт. То есть какие-то заставки они делают, они ее облагораживают чуть-чуть с помощью фотошопа, там стройнят, как-то еще выравнивают, удлиняют лицо. Но в эфире-то в прямом, или там не в прямом, в любом случае в эфире, в студии, ты же не можешь ее вот так вот. И мы видим, это страшная жаба, некрасивая, невыразительная. И самое главное, тексты она себя, видимо, сама себе пишет, да, такие отвратительные, просто, ну, она считает, что это вот так надо, да, вот так надо рассказать о России, что Путин плохой, все плохое, вообще все плохое, и вообще Россия скоро, и нет России, какая Россия? И это просто отвратительно смотрится, ребята, понимаете? Вот когда дождь, вот даже, понимаете, даже название дождь, простите, название дождь, вот CBS, BBC, CNN, и вдруг дождь. Ну, какие могут быть прилагательные от слова дождь? Дождевой, дождевой, дождевая, ну, дождевая вода, там, ну, это понятно, масло масляное, да? Дождевые черви! Это, мангайт, это типичный представитель дождевых червей, причем, то ли круглых, то ли кольчатых, непонятно. Короче говоря, ужас. Ладно, про эту мангайт, сейчас отставим ее в сторону, дальше. Кто там еще? Екатерина Катрикадзе, о, это моя однокурсница из Жорфака, да, на одном курсе учили, даже на одной и той же кафедре ТВ и РВ, только она в ТВ, а я в РВ. Так вот, ну, посмотрите на нее, тоже какое-то кривое лицо, какие-то странные уши в разные стороны, несуразная вот эта вся внешность, какое-то прям, так, знаете, у нее выражение лица такое, ну, прямо вот, ну, неспокойное. Ну, кто может пустить из нормальных телеканалов, из коммерчески успешных, вот такое лицо, вот такое лицо в эфир, ребята? Ребята, ребята, ну что вы, дальше, ладно, отодвигаем Катрикадзе, там еще есть этот, пихарь ее, Дидко, Тихон Дидко, тоже известный мне чел, известный. Вот. В свое время даже довелось с ним ездить в одну командировку, такую совместную, как бы, да, пиар-командировку в Финляндию. Вот. Ничем выразительным в тот момент этот парень не, так сказать, не проявил себя вообще никак. Так. И только лишь, когда вот он начал, его же послали брать интервью у министра иностранных дел в Финляндии на тот момент, ну, и у других там тоже чиновников. О, Господи. Хорошо, что я ушел оттуда, я не слышал, какие вопросы он задает. Ну, то есть, я не присутствовал при этом, я слышал через там дверку, она была неплотно закрыта, специально, чтобы я понимал, нужна ли моя помощь там, не нужна как продюсера. Я не вмешивался. Но, то, какие вопросы он задавал, ему это все дали задание задавать, с подковырками и подколами он задавал вот это все, казалось бы, кому, финном, для RTVI в свое время. Короче, кошмар. Ну, ладно. И вот сейчас мы видим Тихон Зитко, тоже с чрезвычайно серьезными щами. Ну, этот человек, мужчина более-менее такой, знаете, уже похож на какого-то европейского, еврейско-европейского, значит, внешность у него все такое, но все равно. Сейчас он уже немножко пообтесанным стал, но изначально-то, когда он пришел на дождь работать, это же просто только открыть рот, и сразу видно, что у него, сразу же он подтверждает тем, что он и как говорит, что нет никакого образования. А уж журналистского вообще, понимаете, никакого. Как таких людей, вот вы мне скажите, как таких людей любой нормальный, здравомыслящий, коммерчески успешный телеканал может ссувать в эфир? У меня ответ только один. Блат. Блат. Просто Блат. Ну, в крайнем случае, сестла, как в том анекдоте. Понимаете? А где там Блат? Это же все подбирается, понимаете, если бы была задача создать коммерчески успешный телеканал, который зарабатывает на создании контента, на том, что у него интересная разнообразная подача, на то, что у него самые интересные новости со всех сторон мира, да, ну, тогда бы был успешный телеканал, но он бы не назывался, извините, Дождь. И они бы не являлись, по сути, дождевыми, в скобках, червями. Понимаете, все вот эти ребята. Но он же специализируется конкретно на чем этот Дождь? Не на разнообразии, значит, новостей, интересов и тем. Нет, не каком-нибудь ЦДФ или там немецкий АРД. Упаси бог! Это исключительно у него одна тема. Россия плохая, Путин плохой, все плохое, все россияне плохие, все ужас, как они еще там живы, они уже не живы, мы видим, что они уже разлагаются. Говорит телеканал Дождевый, там всем, нам всем, и сейчас они уже из-за рубежа вещают, и исключительно, по-моему, только в Ютьюбе это все можно увидеть, понимаете, или по подписке, я не знаю, ребята. Но, короче говоря, суть одна, что все пропагандисты подбираются не по своей форме, культурной, красивой, там, и в том числе, и как подавать, да нет. Все пропагандисты, а которыми являются Дождь в 100% случаев, да, все вот эти ребята, которые я перечислил, все пропагандисты подбираются по подходящейся точке зрения. То есть ты разделяешь нашу точку зрения антирусскую, разделяю вашу честь, все, ты будешь нашим русофобским наймитом, и есть, слушаюсь, таким плохишом. Вот так. И это правило можно посмотреть также, ну и по нашим пропагандистам, по нашим ребятам тоже. Вот вы, например, включаете телеканал, смотрите, красивая женщина рассказывает новости, понятно, профессионалка. Значит, смотришь дальше, какой-нибудь мужчина там, Доброе утро, например, да, канал, там, мужчина и женщина, в парах они работают, Доброе утро. Красивый мужчина, красивая женщина. Ну, как красивый? Ну, фотогеничный хотя бы, телегеничный, все. Смотришь, они рассказывают какую-то ерунду про сметану, про творог, там, ну, и что-нибудь такое. Потом вдруг начинается у нас, ближе к вечеру, там, или днем, шелкаешь канал, и смотришь, ужасный такой, кривой, какой-то странный Соловьев, который уже не телегеничен, не фотогеничен. Но он робит правду матку, пятая, десятая, за Россию, за Путина. Это пропаганда, ребят. Это когда вы увидите некрасивого, уродливого, жирного такого, висящего со всех на человека, рыхлого, который на экране вам что-то говорит, это два варианта. Либо это военкор, а там уже не важно. Две руки, две ноги есть, можешь показать, могу, можешь рассказать, что там за спиной у тебя взрывается, могу. Все, военкор, давай в эфир его, давай, уже, потому что больше некого. Либо, если кто-то из студии вещает, либо это Монгайд, русофобская истеричка какая-нибудь, да, или там, Катрикадзе. Либо, ну, с нашей стороны, это будет Соловьев. Понимаете, вот. Вариантов как бы два. То есть, все равно это будет пропаганда. Вот и все. Американское телевидение, оно, например, очень более жесткое. Там даже пропаганду, там подается улыбками и все такое, значит, и с веселым выражением лица. Вот, ни в коем случае никакой злобы нельзя показывать, как помните в том ролике. Еша, у тебя лицо злое, давай все сначала. Помните, Донецк, не Донецк, а эти Харьковские были бандиты. Епа и Гдопа. Вот. Епа, давай это самое, у тебя рот злой, тебе никто денег не даст. Вот. И то они понимали, что не надо делать злой рот, как эта Монгайд, кривая, понимаете, показывает ужасы свои. И Катрикадзе, и прочие вот эти ребята. Это, ой, боже мой, вот так вот, я надеюсь, что я научил вас отличать, так сказать, ну, качественные СМИ от пропаганды, пойми, что я мать. У меня на этом все, спасибо, пока.